Одна из самых больных проблем Севастополя решена, говорит директор благотворительного фонда Александр Янукович Алена Казимирова. Отмечает, томограф позволит спасти тысячи жизней севастопольцев, которые нуждаются в современной диагностике заболеваний и лечении. Президент Украины Виктор Федорович в августе 2012 года был с рабочим визитом в городе Севастополь и пообещал, что проблема городской больницы номер один будет решена. Благодарительный фонд, в свою очередь, инициировал, вернее, поддержал инициативу президента, заключил договор, профинансировал. И сегодня вы видите, что мы можем действительно заявить о том, что томограф передаётся. От двух до десяти минут на обследование. И это с учётом перевозки и укладки пациента на кушетку. Само же компьютерное исследование длится несколько секунд. За это время томограф успевает сделать 1650 снимков. Чтобы их бегло просмотреть и определиться с диагнозом, у врача есть пара минут. Сканирует машина, 32-срезовый компьютерный томограф, головной мозг, в течение пяти секунд. Просканировать, и мы уже получаем информацию. Пока пациента перекладывают обратно на каталку, мы уже знаем, куда его нужно вести. То ли в операционную, то ли в реанимацию, то ли, допустим, в травматологию, нейрохирургию и прочее. Компьютерный томограф разместили в отделении ультразвуковой рентгеновской диагностики. Это две комнаты – процедурная и рабочая станция врача. Одного пациента обслуживает четыре медика. Все специалисты прошли обучение. С Киева к нам приезжал представитель Тошева. Неделю проходили курсы. То есть она показывала, как работать с этой машиной. Врачи говорят, за месяц такой томограф сможет произвести до 600 исследований. Тогда, как его предшественник, дело в три раза меньше. Первая горбольница отмечает – новое оборудование рассчитано исключительно на пациентов, которые нуждаются в неотложной диагностике. В первую очередь – это люди с политравмами и инсультами. За последние два года количество инсультов выросло в нашем городе в 10 раз из них. Где-то половина населения – это трудоспособное население. Количество пациентов с политравмами – это и дорожно-транспортные происшествия, и обычная бытовая травма, и другое – выросло почти вдвое за последние два года. Пока новый компьютерный томограф работает в тестовом режиме. На полную его запустят к концу сентября. На сегодня еще не все комплектующие аппараты в действии. В итоге диагностировать больных здесь будут круглосуточно и в четыре смены. В день – по 20 исследований. Исследований физически можем сделать больше, но описать мы их не успеем. Чтобы не было так, что мы наделали исследование, а результат получим через месяц, поэтому у нас такой возможности нет. Специалисты говорят, на сегодня такой мощный по своим техническим характеристикам компьютерный томограф в Севастополе-1. Ближайший подобный находится в Симферополе. Владимир Афанасьев отмечает, к концу сентября в Первой горбольнице планируется запуск и еще одной диагностирующей машины. В соседнем от томографа помещении идет монтаж рентгенаппарата. Ольга Деменчук, Олег Ивашенко, программа «Наше время».